Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Сейчас с Артёмом движемся в одно очень интересное место. Советский Союз оставил нам в плане Урбана очень большое наследие. И знаете, если город крупный, типа Киев и так далее, то в области, наверное, практически не осталось уже каких-то неисследованных, неизвестных в интернете и так далее объектов. Но мы сейчас находимся в Житомирской области. У нас эта движуха не очень, ребят, развита. Какие-то такие, знаете, самые банальные заброшки, бомбари даже в нашем городе, о них многие знают. Но в области, на самом деле, много есть всяких разных интересных... К железнодорожному переезду подъезжаем. Короче, много есть объектов. Сегодня мы едем посетить один из таких объектов. Информации о нем практически нету. Я тут в одном селе проезжал, как-то ко мне подбежал подписчик сфоткаться. Вообще интересная история была. Дочь был, мы у какой-то девушки спросили, как куда-то проехать. Она меня узнала, получается, сказала своему брату, куда мы поехали. Он в ливень прибежал к нам туда. И он, короче, мне рассказал об одном бомбаре. Ну, я даже не знаю, правильнее будет сказать, бомбарят или подземелья. Короче, я вам показал вход, но туда был ливень такой, мы не лискнули туда залезть. Сейчас я подумал, что дома сидеть, короче. Бункер еще, блин, должен был начать строить бункер, но опять кое-что не так пошло. Короче, ребят, надо новое место искать для бункера. Я сейчас занимаюсь этим, бункер скоро будет строиться. А пока что едем в то, что когда-то Советский Союз настроил. Видите, по каким мы, можно сказать, дебрям едем. Уже километров 10 по такой дороге едем. Едем, едем и сейчас куда-то мы приедем. Я уже давненько не ходил в какие-то подземелья. Так, железнодорожный переезд. Ну, сколько нам осталось? Навигатор пишет 4 минуты. Сейчас, короче, прибудем на место, я вам все покажу. За последние сутки крипта просела на 10%. Это, конечно, плохо для тех, кто собирался ее продать. Но инвестиционная компания Avalon анализирует и прогнозирует рост и падение крипты на рынке. Тот же самый биткоин, как и любую другую крипту, лучше покупать на спаде, а продавать на пике курса. Avalon так делает уже более 5 лет. Крипта и современные технологии – это по их части. Это площадка для тех, кто хочет создавать стабильный пассивный доход. Avalon берет все риски на себя, и каждый день ты будешь получать 1,3% к вложенной сумме. Если что-то непонятно, техподдержка работает 24 на 7. Ну, или же офис в Москва-Сити, в самом центре Москвы, для самых успешных компаний. Проходи быструю простую регистрацию по моей ссылке в описании и получай ежедневный пассивный доход. Главное, что там уже сроки металка раздобыли, то под ногами треба двигаться. Ну, фонарика взяли, я думаю, видно будет. А вы в детстве тут, наверное, лазили постойно, да? В детстве постойно, мабуть, тут лазили. Ну, у нас не поможем уйти, ситошки. Волонки, вузки, вольнушки. Личок не ставили, таких фонарика не было. Парки лазили в широке. Я колись був, ну, а, я бачу. А, да, мы сюда залезем. Там, смотрите, сразу там яма и лестница, только смотрите. Я понял, да, мы уже будем смотреться. Да, мы б самі так и не нашли в кущах. Я колись був, роки три назад, там біля железной дороги, горб такой, я там був. Ну, тут таке самое, мабуть, да, как там. Там більший. Там більший. Тут осторожно треба якось. Да, я бачу, что написано обережно. Там сразу яма. Ну, добре, мы будем обережно. Дякую, что подсказали нам. Чувствуйте, если пролезете, то сюда. Там тоже там, но там не влезете. Иван, как мы живем, тут не влезем. Не, ну, мы подъездили сюда, пожалуйста. А это уже кто-то из Новоградских квартир. Я понял. Так, дякую. Ну, сразу дырка. Сразу вниз. А глубокая вона? Десь 18. Не, не, не будет там уже 18. Там же и в его душу галяли, то там не будет. Все, добре. Все. Дякую вам. Подписчик показывал другой вход, но там очень узко, короче. Я вот решил ради контента привлечь местных, но все-таки хорошо. Видите, другой вход показали, он более просторный. Номер подписчика что-то я, короче, сидел, искал, искал, не нашел. Так что, дружище, я даже не помню, как тебя зовут. Всю телефонную книжку перерыл. Блин, обещал, позвоню тебе, но не позвонил. Поэтому лезем без тебя. Так. Давай, ну, наверное, мне камеру. Ох, сейчас все грязные, как черти будем. Так, фонарик оставлю пока, вот так. Сразу так, ребята, оттуда тянет холодом. Оставлю пока сумочку сейчас. Говорят, что там глубоко сразу же. Сейчас я спущусь, проверим. Ой, черный грязь. А! Скользко. Скользко очень. Артём, опасно будет. Дай фонарик. Фонарик. Ого. А вот и арматура, про которую мужики говорили. Всё. В принципе, мы внутри. Ага. И вот дальше по лестнице вниз спускаться. Так, передавай мне сумку, Артём. Давай. Офа. Осторожно. Есть. Всё. Я надеюсь, эти мужики не вынесут нашу машину. Потому что она стоит в таком месте. Смотри, вот арматурина. Вот сюда. Видишь, они как по памяти всё рассказывают. В общем, что, ребята. Сейчас спускаемся по данной лестнице. Давай, Артём, для красивой картинки. Ты спускайся первый, я тебя подсниму. Для красивой картинки надо туда упасть. Не, впадать не надо туда. Говорили 18 метров, но тут... Не 18. 18 её не пахнет. Но тут как бы метров 4-5 есть таких. Так. Только осторожно, прошу тебя. Так, не повторяйте. Да, не повторяйте. Прохладно, правда? Прохладно, как холодильник. Да, чем ниже будем спускаться, тем прохладнее будет. Короче, всё, ребята. Не тянем время. Вырубаю камеру, спускаюсь за Артёмом. Вот, смотрите. Ну, не супер высоко. Но эхо уже такое хорошее. В общем, как я говорил, данное место не очень популярно в таких, типа, блогерских или урбанистических кругах. Ну, местные здесь ещё когда-то со свечками всё облазили. И до сих пор, наверное, местные ребятишки здесь лазят. Поэтому мы можем на входе, как, в принципе, в любой объект, увидеть много мусора. Вот, современные пачки семки, современная банка от пива. Так. Мужики сказали, мы тут можем часа три бродить, Артём. Да, я же не сомневаюсь. Они сказали, там 18 метров. Да, в принципе, можно делить напополам. Но, тем не менее. Вот, смотрите, сколько комаров собралось. Пока они нами не пообедали. Давайте пойдём дальше. В общем, насколько я понимаю, это тоже оборонительная линия Сталина. Помнишь, мы когда-то с тобой были, да? В похожем объекте. Тоже. Это целая линия оборонительная, да? Да. То есть, это не то, где мы были, в принципе. Смотрите, надпись казарма номер 6. Ай! А комарики-то могут покусать. Тупиковая комнатка такая. Давайте-то углубимся, может, там меньше комаров будет. Потому что, я уже чувствую, как они меня кусают. Вот кто-то направляющий стрелку оставил. Ух! Эхо такое. То, чего я больше всего не люблю, это разветвление. Я в таких местах плохо ориентируюсь. Надо было Сусанина с собой брать. Он бы нас и завёл бы куда-то. Куда даже местные, я не знаю, это и вывёл бы. В общем, что? Стрелка синяя, он показывает туда. Мне что-то хочется туда, сперва, сходить. Я думаю, что мы... Ты хоть как-то дорогу запоминаешь? Нет. Кстати, вот видно, кто-то сюда приходил, он был единицей. Видел, что там лежит? Да. Смотрите, какой туалет прикольный. От друга против друга сидеть удобно. Я оставлю где-то в подсказках видео, ребята. Мы три года назад были очень похожим. Ну, в принципе, это же часть сооружений. Что там? Эхо. Я тоже испугался. Так, можешь отойти чуть-чуть. Ты закрываешь свет. О, смотрите, какой-то Саша или какая-то Саша в 89-м году здесь. Кстати, вот этой же синей краской. Это, скорее всего, вот те стрелки, что я показывал, мне еще с 89-го года. Да, было бы здесь прикольно оборудовать какую-то комнатку под бункер. Но, боюсь, ребята, что здесь бункер не получится сделать. Ой, смотри, туннель как будто повело, видишь? Да, это плохо. Это плохо. Это, видимо, грунт. Грунтовые воды как-то там повлияли на это. Я даже вижу, просто его покосило. Давайте тихонько подойдем, посмотрим. Кстати, напишите в комментариях, для чего использовали вот эти вот конструкции. Провода или что? Я думаю, провода какие-то были. Так электричества не было? Да, это, наверное, провода. Это то, что первым украли делом. Кстати, мы тут заходили. Вот, казарма номер 6. Мы круг сделали, видишь? Вот. Мы сюда заходили. Да. Прикинь, это вход. Это вход. Вот это вход. И его так покрутило. А когда отсюда заходили, даже не видели этого. Короче, блин. Сделали круг. Идем все-таки влево, куда стрелка вела. Наверное, в дальнейшем... Ой, куда я пошел? Что? Ты уверен? Уверен. Кстати, да, кто-то культурно отдыхал. Или седой. Седой, Артем, седой. Пачка семок лежит там? Нет. В начале. Блин. Слушай, точно не седой? Нет, деревяшек точно не было. Да, деревяшек не было. Слушай, блин, реально заблудились уже. А там тупик? Там тупик, да. Но там, скорее всего, выход на улицу, поэтому мы не будем туда заходить. И оно реально аварийное такое. У казарма номер 6 второй раз я эту надпись вижу. Видишь, это она меня дезориентировала. В общем, ребята, мы находимся в Новоград-Волынском районе. Село называется Гульск. Я здесь уже был 3 года назад, но был в другой части этой линии Сталина. И сегодня, можно сказать, снимаю продолжение. Я даже не знал, что здесь есть продолжение. Я просто друга сюда недавно водил и забыл, где находится залаз. И мы, короче, ездили по селу, искали, искали, искали. И меня встретил подписчик, мы у него спросили, где он вам показал тут. Я говорю, блин, братан, это не оно. И оказалось, что здесь, в принципе, еще есть куда полезть. Вот сегодня и будем исследовать. 2006 год. Возможно, кто-то просто такой же краской рисовал. Игорь, Саня, Юра, Олег и Серж какой-то. Если вы еще живете, то даем вам привет. Да, может, вы, ребята, видите этот видос. Вот, кстати, их художество. Баба жопастая какая-то. Отхлестал бы ее по сраке? Нет. Ладно, я это вырежу. Вот опять жопу кто-то нарисовал, смотрите. Ох, тяжелый был 2006 год, наверное. В принципе, это, наверное, выхлебная яма. Кстати, уже не первый раз такое вижу. Закидано камнями. Может быть, она даже куда-то вела когда-то. Но вряд ли. В принципе, ребята, я уже дальше не надеюсь чего-то нового, крутого увидеть. Вот, кстати, опять надпись казарма номер 6. Но в этой казарме номер 6 мы не были. Потому что надпись из склад боеприпасов я в такой комнате не видел. Кстати, комаров. Да, я вот тоже хотел только про комаров сказать. Они, видимо, базируются близко от входа. Для того, чтобы им проще было на охоту вылетать. Рыбовол наезд. Кто-то рыбу тут ловил. Так. И выход наверх, ребята. Но он, скорее всего, тоже завален. В общем, я, ребята, когда про бункер говорил, я так их, знаете, прикинул. Там, кое-как посчитал. Дороговизну проекта. Ну, как бы, я понимал, что это не дешевый проект будет. Сейчас, когда серьезно взялся за это дело, он понял, что очень дорого. И сейчас здесь лежу. И хотелось бы здесь реально какую-то часть этих тоннелей обустроить под бункер. Потому что оно реально очень надежно закидано землей. Возможно, даже какой-то офигительный взрыв выдержит. Кстати, смотрите, как оригинально кто-то нарисовал. С двух отверстий сделали целое лицо. Но я понимаю, что если я здесь делаю бункер, то я не смогу за ним следить. Я не смогу заявлять на него какие-то права. И, скорее всего, ярмодеры меня очень быстро украдут. Потому что жить я тоже здесь не смогу. И охранять постоянно. Мы отсюда пришли, Ирина. Оттуда, скорее всего. Да, вот, вот. 2006 год я снимал это. Ну, вы пишите в комменты, как вам идея сделать здесь бункер. Но я все-таки хотел бы, честно говоря, где-то в другом месте. Где, ну, как бы я буду хоть как-то называться владельцем этого бункера. Вот мы вернулись, ребята, в ту часть тоннеля, где мы еще не были. И смотрите, как это все дело перекосило. В общем, признаюсь вам, немножко страшно в эту часть идти. Видите, стены не совсем целые здесь. Вот. Камни уже валяются. Это все где-то с потолка. Еще откуда-то сыпалось. И, кстати, пропало эхо. Видимо, тут тупик сейчас будет. Вот, генераторная комната была. Куча следов каких-то. Тоже тупиковая комната. Смотрите, как ее перекосило. Вот, я сейчас горизонтально ровно держу телефон. Конечно, в камеру, блин, опять же не видно. И здесь как будто велась добыча чего-то. Что ж тут добывали такое? О, смотрите. Да, это даже... Да, блин, неужели песок добывали? Смотри, эти черкаши-лопаты. Или как их правильно назвать? Короче, ладно. Оно все такое, видите, ребята, подкопченное здесь, подгоревшее. И я слышал, что через вентиляционные шахты сюда заливали просто массово бензин. Бросали гранаты, поджигали изнутри. Для того, чтобы вот можно было как-то людей изнутри выкурить. Вот, Артем тоже оставил кусочек своего творчества. Так. Ну, мы движемся дальше. Учитывая, что эхо уже опять пропадает. Скорее всего, мы доходим до очередного тупика. Все-таки наши информаторы соврали нам, что здесь можно 3 часа лазить. Так. Очередной выход. О, блядь. Там можно камень в голову поймать. Там так все закидано камнями вот такими здоровыми. Прям висят над головой. Друзья, я еще раз хочу напомнить про инвестиционную компанию Avalon. Ссылочку на которую можно найти в описании к этому ролику. Переходите, регистрируйтесь и создавайте свой пассивный доход. В общем, ребята, Артем первый пошел вверх для того, чтобы снять красивый кадр. Я, кстати, вот с каждой ступенькой поднимаюсь и чувствую такой перепад температуры. На улице намного теплее. Там, я не знаю, градусов 10, наверное, я подъемляю. А на улице почти 30 дней сегодня. Так, выход у нас тут, да? Да. Опа. 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 Блин. Часы пять. Немножко забораться придется. Ну, погнали. Ну, наверное, как будто пролезть, все меньше запачкаться. Ну, вот и Артем. Осторожно, там скользко, можно вниз упасть. Да. В общем, ребята, такой вот ролик. Возможно, вы уже отвыкли немножко от таких видео. Я, наверное, сам отвык уже посещать такие места. Возможно, я просто стал избалованным, потому что, ну, как ни крути, за эти... Да, я очень много интересных мест посетил. Сейчас решаю вопросы с бункером. Короче, блин, я уже должен был его начать строить. Честно, начать строить бункер, это вообще уже не проблема. Проблема в том, где его начать строить. Тот участок, который я приобрел под бункер, он, ну, не совсем подходит. Там есть, короче, куча своих нюансов. Я не буду уже вам жаловаться, рассказывать. Сейчас я, короче, ищу новое место и буду строить. В общем, такой ролик. Можете поддержать меня лайком. Подписывайтесь также на канал, для того, чтобы не пропустить новые серии. Про бункер, еще раз повторюсь, я помню, ребята, он будет чуть-чуть... Пожалуйста, подождите.